Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Международным Днём Солидарности Трудящихся, как в старые добрые советские времена. 20 век с его научно-техническим прогрессом, конечно же, размыл классическое ленинское деление трудящихся на рабочих и крестьян. Сегодня врачи, инженеры, программисты, парикмахеры, художники и ученые – все они являются людьми труда, свободного созидательного труда. К сожалению, именно эти люди сегодня попали под тяжелейший экономический удар, связанный с действиями по борьбе с вирусом. Никакой поддержки от государства мы на сегодняшний день не получили. Может быть, это и хорошо, и пришло время нам перестать ходить протянутой рукой ко власти, а самим становиться властью. Для этого людям труда нужно объединиться в партию. И такая партия есть – это партия «Возрождение России», от лица которой я сегодня выступаю. Эта партия была создана в 2012 году председателем Государственной Думы России, моим товарищем Геннадьем Николаевичем Селезневым, безвременно от нас ушедшим. И сегодня я выполномочен сделать заявление от лица нашей партии о создании широкой левой коалиции для обеспечения консолидированного участия в выборах этого года, а также в выборах в Государственную Думу следующего года. Сегодня я подписал коалиционное соглашение и призываю все левые и левоцентристские партии, движения, общественные организации, лидеров общественного мнения присоединиться к этому соглашению. Текст коалиционного соглашения размещен на сайте партии «Возрождение России» – pwr.rf. Также я хотел бы сегодня заявить, что Партия «Возрождение России» стала первой цифровой партией России. С сегодняшнего дня на нашем сайте можно вступить в члены партии электронным способом. Мы ждем вас. Нас должно быть много. Только так мы сможем сделать Россию великой научной, промышленной и аграрной державой. Еще раз поздравляю вас с 1 мая. Спасибо.